вот я только взяла телефон ты чё запела то я всегда говорю что вот эта комната для меня это самая тяжелая комната уже месту быть я или пальма даже когда например у меня работница приходит раз две недели и никогда не прошу эту комнату убрать потому что здесь особая специфика во-первых это отжим во-вторых вот чтобы у них вот постелку все поменять почистить там помыть под ней джек слепого мне приходится на улицу проваживать сиделось очень быстро что пылесос он боится он вообще начинает метаться не знает куда ему деться да и вот эти вот тоже боятся пылесосом это чирка вот тоже зашла сегодня сюда зачем-то так что комната склад как говорится зашла в итоге зависла вот уже все сколько пол первого уж дважды я поменяла все подстилки здесь и помыла пока не слою она все меня тоже уделала то есть эти какашки на меня падают конечно с кошкой также тяжело и может быть даже еще тяжелее чем не знаю чем с собаками вот даже идут и уже убираю то что на все время ест и ест а потом как и ты какает скажу мама я тебя боюсь потому что мне все время что ты делаешь что уколу скажем эти кто-то скажешь меня через собак купаться никак не могу комит вести порядок так чтобы все разобрать все тюки мешки просто не хватает времени пока бегаешь там уберешься там лотки там лотки тут полы тут какашки все полдня прошло потом бежать кормить вывозить мусор наливать вольер воды бегать все уже вечер уже не сил нету если честно желание уже нету просто никакого вот эти конечно все мои ползающие которые собаки проблематичны то есть туалет они ходят естественно вот ну развозят все например найда в туалет если сходила она тут же это может все увести за собой сегодня пришлось разбирать пылесос потому что нечаянно засосали туда да сами понимаете что вот и даже такой мощный пылесос какой-то у нас очень мощный и так скажем сильный даже не справился игры пришлось там разбирать трубу уборки всегда много дел всегда много с таким количеством спинальников вот с ними говорю еще раз особенно тяжело сам уже конечно какой-то шкаф вот сюда вот приобрести нам то что вот этого шкафчика нам не хватает катастрофически что ведь вот какой вот беспорядок все и пеленки не пойми как накидан там тряпки там шприцы все и мои какие-то там вещи ну не знаю денег у нас вообще ни на что не хватает за еду долги по кормам у нас долги за мясное в гостином дворе тоже долг поэтому понятно не до шкафов конечно постельное белье нам всегда нужно есть когда благодарю вас всех кто собирает и отправляет нам постельное белье пишите звоните это нам всегда нужно ну и конечно пеленки вот бывает люди стесняются спрашивать я могу немного совсем помочь ну например там 500 рублей что можно купить я всем всегда говорю если хотите помочь не знаете как пеленки уже никогда не ошиблись 60 на 90 пожалуйста пеленки для таких засерь и засых да 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 как пальма будем очень вам благодарны